Приветствую вас. То, что у вашей мамы, вот, подобное поведение, это следствие того, что ваши родители развелись, я надеюсь, вы понимаете. Я надеюсь, вы понимаете этот момент, потому что он очень важный. И причина, вот, причина подобного поведения вашей мамы, да, то есть вот причина именно того, что она складывает вещи, копит их и так далее, в том, что она родилась с отцом, и её это травмировало, к сожалению, очень сильно, видимо. Соответственно, перед вами, перед вами стоит, по сути, выбор. Вы помогаете маме как-то, ну, наладить свою личную жизнь, например. То есть, как-то вот с ней куда-то ходить, какие-то места, да, вот, ну, где могут быть мужчины, например. Может быть, вместе с ней в тренажёрный зал, записаться или в фитнес. Такая вот история может быть. Вот. Значит, либо, либо вы просто-напросто уходите от неё и живёте отдельно, потому что вашу маму вам, ну, в любом случае не переделать. В любом случае это невозможно. То есть, маловероятно, что вы сможете переделать свою маму и сможете её как-то, значит, образумить, если она не воспринимает вас как-то всерьёз. Да? Ну, то есть, если она не слушает вас. То есть, тут, понимаете, раздражаться, да, на, ну, на неё, раздражаться на неё, это не имеет никакого смысла. Только портит нервы вам, портит самочувствие вам, удовольствие от жизни портит вам. Вот. Ну и нервы, нервы, соответственно, тоже. Поэтому, эээ, выбор вот такой. Я понимаю, что вашей маме тяжело, я понимаю, что вы страдаете, я понимаю, что мама, она застряла вот в этой позиции своей, да, что, ну, ну, вот, что ей нужно много вещей, таким образом она чувствует себя более защищённой. Вот. Я понимаю. И понимаю также то, что вам очень, эээ, тяжело в этой ситуации вообще, эээ, находиться. Вот. И поэтому и предлагаю вам вот такие варианты. Эээ, понимаешь, что, может быть, ни один из вариантов вам, эээ, не кажется хорошим, ни один из вариантов не кажется вам, эээ, правильным, но, тем не менее, эээ, мне видится так, что, эээ, другого выхода нет. А можно, конечно, как-то постараться с мамой договориться, можно, эээ, поставить её перед фактом, да, то есть, грубо говоря, показать ей, что, эээ, её собирание вещей, это, ну, очень негативное что-то. Вот. Но, понимаете, получится ли у вас это сделать или нет, эээ, сможете ли вы это сделать или нет, на мой взгляд, эээ, очень большой вопрос, потому что, эээ, может быть, да, а может быть, нет. То есть, может быть, получится у вас, а может быть и не получится. Знаете, и вот здесь, конечно, эээ, есть вот этот вот элемент случайности, который будет оставлять вам тревожность. А так, если вы, например, будете, вот, эээ, действовать по одному из этих вариантов, то, эээ, вы сможете максимально, эээ, обезопасить себя от мамы своей. И сделать так, чтобы вы от неё не зависели. Кхм. Вот. Ну, опять же, эээ, не буду скрывать, что вариант уйти, да, вариант жить отдельно, эээ, более надёжный, чем вариант помочь маме, потому что мама может, эээ, оградить себя, эээ, всякими защитами, защитными механизмами, эээ, и, вообще, не пускать в свою жизнь никого из мужчин. Вот. Такое, в общем и целом, тоже может быть. И это куда более реальных, эээ, чем, значит, ну, хороший результат. Я вас ни в коем случае не, не, не расстраиваю, да, и не, как-то готовлю к какому-то пессимистичному, эээ, прогнозу. Но, считаю, что вы должны знать, считаю, что вас нужно предупредить. В любом случае. Вот. Взяли вашу маму, эээ, есть вариант, эээ, попробоваться, эээ, ей, обратиться к психологу, вот, например, эээ, чтобы мы ей помогли. Но, опять же, это зависит от ее желания. А можно с ней поговорить по душам, да, то есть, вот, как она связывает то, что вы просите убрать, эээ, вещи с тем, что вы по ее мнению ее не цените. Вот, как она связывает эти две, эээ, вещи, эээ, было бы, конечно, довольно интересно послушать, мне кажется, даже вам. Вот. Поэтому, поэтому, может быть, имеет смысл, эээ, с мамой куда-то выйти, да, ну, то есть, куда-то сходить, эээ, чтобы, эээ, побыть с ней наедине, да, и, ну, побыть с ней, эээ, не в привычной обстановке. И, эээ, чтобы она, может быть, как-то раскрылась перед вами и показала, эээ, что ее беспокоит. Вот. А мне кажется, кажется, эээ, что подобный вариант, эээ, вполне себе может иметь место быть. Вот. Посмотрите, подумайте, эээ, что лучше вы сможете реализовать сейчас, в данный момент. И вот, собственно, то, что для вас лучше, по вашему мнению, вот, эээ, вот то и старайтесь, эээ, реализовать. Я полагаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. 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 Пока.